Благолы мои, внуши Господи, Раду бедвание мое, Подмиг нас умоленья моего, Царю мой и Боже мой, Я как тебе помолюсь, Господи. Вот возлюбленные братья и сестра, И Господь удостоил опять нас видеть друг друга, Молиться друг за друга, да исцелите. Вот молились за бабушку Катю, Она сегодня, видите, пришла за Людушку. Я думал, что она на Украине, она уже здесь. Уже приехала? Да, еще всюду. Вот так хорошо, слава Богу. Молитесь друг за друга, говорит апостол, да исцелите. Много поможет молитва праведного. Особенно в посту, братья и сестры, Мы должны придаваться и труду, и молитву. Что для христианины самое основное? Труд и молитва. Вот это самое основное. Потихонечку, полегонечку. Как бы нам было не тяжело, А помните, как бы встану, пойду. Надо заставить себя. Наше тело, как погоняют восьмика, Если не будешь погонять, Вот там будет травку-то жевать. И все, что, так и мы должны заставлять себя. Дело Божие нудится. И кто берет трудом, тот получает награду. Поэтому я радуюсь за вас всегда, Что вы всегда спешите в Дом Божий. Ищите путь Господний. А пути Господни, это должны быть всегда На нашем взоре и на нашем пути. Что же возлюбленные братья и сестры Прилагаем в постушку. Как мы должны себя вести в посту. Молитва. В старом, конечно, я говорю, Вольним, как бабушка Отлюба, Другие старенькие, как Антонина, Которые уже не могут прийти. Можно немножко и полегче пост. Потому что Господь не спросит, Что на страшном суде, Что мы ели, что мы пили, Во что одевались. А был голоден, вы накормили. Жаждал, вы напоили. Нак был, отели. Вот что Господь спросит. Они будут спрашивать, Что вы ели и что вы пили. Поэтому главное, конечно, И постимся телесно, Постимся и духовно. А то мы пищу-то Как будто постно вкушаем, А сами людей едим, поедим. Ненавидим друг друга. Вот это не пост, братья и сестры. Пост – это когда мы слышим, Как говорит преподобный, И вопль мой к себе приедет, Чтоб наша молитва дошла до высоты, До неба. Наша молитва была искренней, чистой, Как пророка Давида. Сердце чисто, садись. Вот этот путь истинный, Когда мы просим, Очищаем себя молитвой и постом. Господь простил Геневию, Братья и сестры. Простил Геневию, Мостились они или нет? Мостились. Мостились день и ночь, И кричали, И скот даже не кормили, И все кричали к небу, И покаялись во влечище и пепле. Раньше, когда каялись, Иудеи, Они посыпали главу пеплом, А у нас, чтобы мы сердце свое очищали, Свою душу, Чтоб злова у нас не было в нашем сердце, Чтоб мы любили друг друга. Как Господь говорит, Почему вы знаете, Что вы мои ученики, Если будете иметь любовь между собой? А то еще они приходят, Плачут молодые, Она не вдовушка, Она замуж, Не оплачет, Что, ну, уж хочет, Повенчину хочет расходиться, Деток пока нет, Немножко они пожили, Разе можно? Надо, Если раньше в старину, И сходились, Даже и не по любви, Родители сводили, И они жили всю жизнь, И не знали, Что такое развод. Даже пожаловаться своим родителям, Она невеста не должна, Ни на кого, Ни на свекровку, Ни на кого не должна пожаловаться. Мамушка, Все слава Богу, Все хорошо. О, как жили-то. А может, Какие несли скорби? Я рассказывал вам, Что, Крестьянка, Сколько она должна нести, Было труда. И на поле сжать. И станок надо выткать, Рубаки, Полотенце, Все, 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 Сами, Все, Женщины, С лучинкой, Или со свечечкой, Или с копчилкой, А все делали. А сколько скачинок было, Надо обрядиться, Надо было, Все это все дать. А детей сколько, Печку стопить, Накормить. А семьи-то были по 17, По 20 человек, Не там, Двое, Да куда, Нищату разводить. Да. Раньше, Даже, Нищу слов-то этих не было. А еще Нищу приходил, То он был накормлен, И напоен, И куш-вот же хлеба Давали крестьяне. О, Какие люди-то были в старину. Я еще застал Это время Старинное. Ну, при советской власти, Конечно, И немцы тут пришли уже. Мы не думали, Потому что Мы всегда говорили, Чужой земли мы не хотим, И своей, И пязи не отгодим. А глядим уже, И Псков, И Новгород, И все, Все полетели. И глядим уже по Питерам. Я здесь жил, Павловск на Неве, Это вы, наверное, знаете, Пятачок Невский, Вот там. Вот, пошли снаряды. Сперва немцы бомбили, Бомбили нас, А потом и наши стали. Вот такое горе. Пришлось месяц идти К великим постам. Надо было все, Все, Все цекло уже. Питания никакого не было. Надо было идти, Идти, Идти. Вот Господь дает, Как будто после таких страданий, Дает облегчение нам. А каялись-то как. Как и люди, Я помню, Когда в бомбильнии, Как каялись, Иконы поднимали, Кричали, Давали обеты, И танцевать не будем, На кубуках ходить не будем, Ногти мазать не будем, Губы красить не будем, Все давали. Потом, гляжу, Все забыли. И самые грешники, Все нарушаем, Нарушаем, И нарушаем заповеди Божьи. А пророк Давид, Вы, наверное, помните, Когда он согрешил, Он не стал ругать народ, Когда Господь стал наказывать народ. Он, Господи, Накажи лучше меня, Потому что я согрешил. Да. Вы, наверное, помните, Какой он грех-то сотворил? Да. А какая бабушка Катя? Завлюбилась. Забыла, наверное. Забыла. Да. А кто помнит? Влюбился. Влюбился. Правильно. Муж отправил на фронт, Жена-то была красивая, Очень вури. Забыла. И вот, Она в Версавии, И вон, Влюбился в ее. Ну, вот что. Господь удостойна, Блугу равнице, Пророка Давида, Когда в Иерусалиме были, Мы прикладывались. Какого-то кривого. И прочитал Псалом. Я там за вас, За всех, Помилуй меня, Боже, Повелись, Милоси Твои, И во множество, Сущий Бог Твои, Очистим беззаконие Мое. Вот видите, А беззаконие у нас у всех, Братья и сестра есть. Не думайте, Что мы святы. Мы все грешны пред Господом. Как-то не оправдиться пред Господом. Сейчас живой. Я в начале вам все рассказал, Посмотрим, Что же Господь предлагает нам В сегодняшний день, Чтобы мы шли путем Господним. И как нам идти этим путем. И как нам совершать дело Божие. Путь Долгом. Что если мы идем путем Христовым, То мы должны соблюдать его заповеди. Если ты промолчишь в это время, То и дом отца твоего погибнет, Говорит апостол Павел, Кефесинов, Четвертая глава, Четырнадцатый стих. Единственный верный жизненный путь В исполнении нашего долга. Вы слышите, братья? В исполнении чего? Нашего долга. Тот, Кто хотя бы на время Сворачивается с этого пути, Подвергается большой опасности. В борьбе опасность Никогда не бывает так велика, Как в уклонении от этой борьбы. То же самое можно сказать Про все пути нашей земной жизни. Уклоняться от прямой обязанности Всегда гораздо страшнее, Чем сама эта обязанность. Как бы тяжела она не была. Мы часто избегаем ответственности, Говорят, что не можем Взять ее на себя. Но избегая ее, Мы встречаем несравненно Большие затруднения. Гораздо легче исполнить то, Что нам послано Господу, Как бы оно не было трудно, Чем взять на себя ответственность Не исполнение этого долга. Господь неоднократно обещал нам, Что нам будет дано Достаточно сил Для выполнения всего, Что на нас возлагается. Но когда мы уклоняемся, Мы уже не можем рассчитывать На помощь свыше. И несомненно понесем Последствия нашей непокорности. Слышите, братья? Вот что значит Идти путем Господним. Мы все теряем тогда, Упускаем случай, Посланный нам Для нашего блага. Самому выбирать свой путь Опасно И бесполезно Слышите, братья, Ивановичка. Только По воле Божьей, По благословению Мы должны избирать путь Господень. А то опасно И бесполезно даже. Предоставим Господу Указать нам Его И будем исполнять то, Что нам указывает наш долг, Не рассуждая, Не уклоняться от Него, А уповая на милосердие Божие И на помощь Его. И мы просим, Как просил пророк Давид, Господи, Настави нас на путь, Чтоб ходить по путьам Твоим. Вот это верно, Вы знаете, это хорошо. Вот видите, Я всегда радуюсь за вас, Что вы выбрали верный путь. Путь к Господу. Путь к Царице Небесной, Пусть к Ангелу Хранителю, Путь к Святому, Которому мы имя носим. Это самое основное, Возлюбленные братья и сестры, Что мы идем, Пучок Христовым. И путь этот, Господь, И научитесь от меня, Я как роток, И смирен сердцем, И обрящийся покой душа вашим. Игорь моё благо, И время моё легко есть. Вы, наверное, Помните ловлю рыб? Помните, Они всюду отсловили, Апостоли? Поймали они что? Нет, Не поймали. А по слову, Господа, Закиньте мрежи. Закинули они? Закинули. Поймали что? Да. Сто и пятьдесят три. Уже мрежи стали расторгаться От множества рыб. Вот так. И Господь наделяет верующую душу, Когда он слушает голос Божий. А голос Божий зовет нас, Чтоб мы учились в любви, У Господа, У Матери Божьей, У святых угодников, Как они жили. Особенно наши святые, Преподобные Керги, Преподобные Серафимы Саровской, Преподобные Антонии. Вскуюша ташася языцы, И люди поучишася честны, Предсташа царь и земстей, И князь, собрашася в купе, На Господа и на Христа Его. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,